В Уссурийске полицейские задержали двух курьеров-мошенников, похитивших сбережения пенсионерки. Жертвой аферистов стала 79-летняя местная жительница. Думая, что помогает своей внучке, женщина передала 200 тысяч рублей курьеру. В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску продолжают поступать заявления граждан о мошенничестве. Так, очередной жертвой аферистов стала 79-летняя местная жительница. Она рассказала, что утром ей на домашний телефон поступил звонок. Лже-сотрудник правоохранительных органов сообщил, что ее внучка устроила аварию. И чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, ей необходимо передать 200 тысяч рублей курьеру. Испуганная пенсионерка, не успев опомниться, выполнила все условия звонившего. Отойдя от шока, она перезвонила внучке, которая сообщила, что ни в какое ДТП она не попадала. Осознав, что стала жертвой мошенников, пожилая женщина обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Уссурийску установили личности и задержали зловомышленников. Ими оказались двое жителей Уссурийска в возрасте 16-19 лет. Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства. Несовершеннолетний задержанный рассказал, что в сети интернет нашел объявление о быстром способе заработать. После прохождения так называемой верификации на его мобильный телефон поступило сообщение с указанием адреса в городе Уссурийске, куда необходимо было прибыть в назначенное время в качестве курьера и забрать денежные средства. Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Полиция напоминает, если вы получили звонок о том, что ваш родственник попал в беду, прежде всего успокойтесь, не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам, коллегам, знакомым. Позвонив в медицинское учреждение или в дежурную часть отдела внутренних дел, можно узнать, действительно ли родственник находится в больнице или в отделе полиции. Если вы считаете, что подвергаетесь преступному посягательству, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102-112. Субтитры создавал DimaTorzok